Название рекорда. Это у Татьяны все есть данные. И писать надо по-английски. Ольга Лебедева вместе с переводчиком заполняют заявку для книги рекордов Гиннесса. Женщина считает, что живет в уникальной многоэтажке. Здание строит почти 12 лет. Проект элитного дома в центре Екатеринбурга еще в начале нулевых приглянулся дольщице. Место расположения замечательное. С одной стороны, 10 минут пешком – это площадь пятого года, а с другой стороны – тихо. Ни транспортных магистралей, ничего. К слову, за квартиру и пару парковочных мест семья Ольги заплатила более 2,5 миллионов рублей. Дольщиков уговорили заселиться еще во время строительства. Но однажды застройщик заявил, что денег на завершение проекта нет. Поэтому жителям предложили выкупить квадратные метры будущего фитнес-центра, чтобы продолжить строительство. Мы взяли деньги за фитнес-центр, потом я узнаю, что этот фитнес-центр еще раз продан кому-то там. Впрочем, и новоселье у Лебедевых было тоже не из приятных. Чего стоит один лишь ремонт, говорит супруг Ольги. Глава семьи рассказывает, только заехали в благоустроенную квартиру, как начались неприятности. У нас через месяц полопались трубы, которые идут на кухню вот здесь под полом. Вот эти куски все, вот так вот, весь коридор вот оттуда, я все вскрывал. Три раза. Коммунальные аварии так и следуют, одна за другой. Хотя услуги ЖКХ влетают в копеечку, обходятся гораздо дороже, чем в соседних домах, уверены жильцы. Но платить приходится. Люди приватизировали квартиры. Да и в ремонт вложили уже более миллиона рублей. Те деньги, которые я потратил на эту квартиру, мы бы жили в шикарном коттеджу. Со всеми удобствами и со всеми подъездными путями. Забыли про стройку уже, наверное, 3-4 года назад точно. Заложниками ситуации оказались владельцы 50 квартир. На этой площадке сменилось уже три застройщика. Контролируют объекты региональные и городские власти и прокуратура. Хотя жители сами ни разу туда не обращались, пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, люди обратились в СМИ и Книгу рекордов Гиннеса. Нам присвоили код заявки, свой индивидуальный номер. Это говорит о том, что первичную экспертизу заявка прошла. Аналогичного рекорда еще не было. Он не противоречит правилам Книги рекордов Гиннеса. В прокуратуре уверяют, объекты должны сдать зимой. А по словам конкурсного управляющего, гораздо раньше, в конце августа. К тому времени этот дом уже может стать самой настоящей стройкой века.